Здравствуйте, дорогие друзья, и вновь Ишалша Нурсултана, нашего теплого Ишалша в холодной погоде. Несколько слов про сегодняшний день. Сегодня необычный день, он называется Ошана Раба. То есть это большое спасение, если перевести это словно, Ошана, спаси нас от слова Ошанот, большое спасение. Пишется в книгах хасидизма, не только в книгах хасидизма, понятно, что это день, это особый день, когда до конца есть возможность еще смягчить суд и приговор суда. Принято учить Тору всю ночь, то есть считают книгу Дворим, читают книгу Таилим, вот, то есть сидят в шалаше по возможности, вот, на столько, сколько хватит при нашей погоде. Вот, и говорят также книгу Дворим, это книга, которая наиболее адаптирована, да, то есть это последняя книга Торы, которую Маше адаптировала для нас, именно последний там спуск, который Маше спустил для нас, вот, книгу Дворим, она как бы все повторяет. Она в себе включает все книги Торы, как бы все пять книг, и принято макать яблоко в мед, и после этого утром у нас есть определенные обычаи. Мы берем пять ив, да, берем их в руку и бьем, то есть говорим определенную молитву, Галель, в конце молитвы Галель мы говорим некоторые фразы, и потом мы пять ив бьем по полу, и после этого, как мы удалили несколько раз по полу, да, мы эти ивы, как бы мы говорим определенное благословение, что пусть Всевышний там даст там хорошего, вот еще там, ну, кто-то может, он посмотрит в Сидуре, увидит, что это определенный обычай. Ну, зачем мы бьем ивами по полу, объясняется в книге Кабале, для того, чтобы смягчить приговор, то есть смягчить деним, то есть именно качество суда. А почему ива смягчает качество суда? И для этого мы должны понять ивы, на первый взгляд, человеку неопытному, мне тоже казалось, почему берут ивы и бьют их по полу, потому что ивы это символ евреев, которые не имеют ни того, ни другого, и как бы мы бьем по полу, вот такие вот плохие качества, когда нету ни вкуса, ни запаха, нету ни тора, ни добрых дел, и мы берем эти ивы и бьем их по полу. Мне так казалось, когда я только начинал соблюдать. Ну, потом я увидел, что это смысл в Кабале, но есть еще более глубокое объяснение, очень простое. Что значит ива? То есть рассмотрим иву в отдельном от еврея состоянии. То есть если мы приравнивали иву как еврея, которого нет ни тора, ни в запахе, то само растение ива, оно не имеет ни вкуса, ни запаха. То есть вкус это символ один, который божественного света, запах это другой символ тоже божественного света. Вот так пишется, что в этом растении наименьший божественный свет, сокрыт наименьший божественный свет. И даже в таком растении он есть, даже он спускается, божественный свет так глубоко, так низко, что он даже есть вот в этих ивах, в этих ароводах. Мы берем этот свет и проявляем, говорим, что вот в этих вот пяти веточках, которые мы берем, в этом иве, есть божественный свет, даже сюда он скрывается. И даже сюда он это вот ибья. И когда мы бьем, мы показываем важность, что мы говорим, даже вот в этом низу есть связь с божественностью. То есть это такой обычай, о котором мы говорим о Шанарабе, который мы будем делать завтра с Божьей помощью. И мы переходим к непосредственно подготовке. После этого начинается у нас праздник Симхат-Тара и как бы в Симхат-Тара Шмини-Ацер. Это вообще он называется. В диаспоре это Шмини-Ацер и Симхат-Тара вместе. Это отдельно. В Израиле это один день. И важно нам сказать именно о Шмини-Ацер и Симхат-Тара, потому что завтрашнего вечера уже нельзя, кроме того, что это Шаббат, это еще праздник, нельзя будет пользоваться телефонами и другими гаджетами. Я не смогу сделать никакой урок. Поэтому я хотел поговорить сейчас как раз о празднике Шмини-Ацер. Итак, мы приступаем к разговору о празднике Шмини-Ацер. Это наш чудесный праздник Шмини-Ацер. Как он появился? То есть в Торе, как объясняет Тора? Тора говорит так, что вот мы сидим 7 дней в шалаше, и вот когда последний день Всевышний говорит Ацер. Это слово Ацер, это слово Остановить. То есть приводит наш Медраж, приводит наши мудрецы историю, то есть Медраж, который говорит, что царь собрал у себя во дворце всех своих близких людей, всех своих домочадцев и всех там принцев и все остальное. И вот они проводили пир там 7 дней, и все было хорошо, и вот они должны выезжать. И тут он говорит, тяжело мне расставание ваше, и я хочу, чтобы вы задержались на еще один день. И они задерживаются еще один день, хотя должны были все уезжать. И еще один день они гуляют, радуются, веселятся в том, что они связаны с царем и все остальное. И царю это очень нравится, и поэтому он делает добавочный день. Спрашивают, наверное, ваческий рэб, он говорит, ну слушайте, ну все равно расставание рано или поздно должно быть. То есть оно или так будет, или так будет, или оно на день позже, или на день раньше. Но все равно оно будет. Один день ничего не мешает, не меняет. То есть один день ничего не изменит. Багадор в общем, один день ничего не меняет. И тогда мы приходим к следующему уровню, да, говоришь, что же тогда это один день, мы должны понять. И рэб объясняет, что тяжело мне не расставание наше, а расставание ваше. То, что евреи расстаются между собой. И тут мы перейдем к сущности и глубине нашего праздника, праздник Шмини Ацерет. Глубина этого праздника выше, чем радость этого праздника, выше, чем радость всего Суккота. То есть вот этот последний праздник, когда мы будем танцевать со свитками Торы, он выше, чем праздник всего Суккота, чем радость всего Суккота. Хотя мы знаем, что радость Суккота это большая радость, а вот Шмини Ацерет это особая радость, которая выше всей радости, которая была во всем празднике. Итак, мы начинаем разбирать, что объединяет евреев в суккот. Евреев в суккот объединяет шалаш. Все евреи сидят в шалаше. Пишется, что все евреи достойны сидеть в одном шалаше. Что один шалаш – это очень важно. И что то, что мы сидим в шалаше, имеет большое значение. Он нас объединяет. Также есть четыре вида растений, которые тоже нас объединяют. Есть разные евреи. Как мы говорили, четыре вида евреев. Мы их объединяем в одну охапку и благословляемся вместе. Вот один единый шалаш, единое растение. Каждое растение, как я говорил на прошлом уроке, символ чего-то единого. То есть это все есть. Это все красиво и хорошо. И вот это все. Но когда мы выходим из суки, когда заканчивается праздник, что с нами происходит? Мы опять пойдем расставаться. Опять мы не будем уже чем-то единым. Сегодня мы радуемся, что мы евреи. Мы радуемся, что мы можем сидеть в шалаше. Кто-то радуется в одном шалаше, кто-то в другом. Но мы все ощущаем праздник. Как мы только выйдем, праздник уже ушел. Мы уже нету четырех видах растений. Нету суки, нету других вещей, которые нас объединяют. То есть нас объединял, можно сказать, какой-то внешний фактор. И еще одна вещь, которую мы тоже вчера сказали, что все дни суккота приносились определенное количество жертв. То есть приводили 70 жертв, которые соответствовали 70 народам. А в последний день праздника Ашмини Ацера приводилась одна жертва, которая символизировалась связь еврейского народа, единый народ. Это как бы такое интимное отношение. Это пишется, что последний день относится именно к еврейскому народу, что как бы у нас интимная связь со Всевышним проявляется как раз больше всего в этот день. Именно что вот связь вот такая особая. И что дальше мы должны сказать в этой беседе нашей, что Всевышний, когда говорит, что тяжело мне ваше расставание, он создает еще один день. Но этот день будет пересмысление праздника. Он будет стоять намного выше, чем весь праздник суккот. Почему он будет стоять намного выше радость, чем весь праздник суккот? Потому что в этот день будет связь сущностная нашего единства, раскроется сущностная связь нашего единства. Что значит раскрывается сущность нашего единства? А то, что у нас нету четырех видов растения. Завтра мы последний день благословляем четыре вида растений. Кто не благословивал в этом году, хотя бы один раз придите, благословите. Это очень важно. У нас есть сущностная связь четырех видов растений. То есть мы сможем благословить. Ее нету, уже четыре вида растений закончатся завтра. Завтра, последний день, когда мы благословляем И мы переходим, нету не А сидение в шалаше Оно из-за софека Из-за сомнения То есть уже мы не говорим броху на шалаш Шалаш как таковой, мы сидим из сомнения Что мы в диаспоре, не в диаспоре Уже заканчивается праздник И все начинают танцевать Уже это вот все, закончилось шалаш, закончился То есть они перешли в Симхатара У нас же мы сидим еще завтра в шалаше И весь шаббат мы будем сидеть в шалаше Но уже мы сидим без благословения Без особой Такой связи духовной То есть что сидение в шалаше Уже не заключается именно только в шалаше То есть связь и единство Перешли на новую ступень На новую степень, где нету различия Между Итрогом, между Лулавом Между Адасим Кстати, вчера я обещал рассказать вам про Лулав И есть еще одна вещь Говорит либаческий, что именно 4 вида растений Названы именно в честь Лулава Почему в честь Лулава? Именно Лулав, потому что Лулав это символ евреев, которые учат Тору То есть это не значит, что у них нету добрых дел вообще Они делают доброе, они соблюдают заповеди Но из-за того, что с утра до вечера они посвящают себя изучению Торы У них не остается время на другие какие-то вещи Потому что Торото и Монотой Каждый день это соблюдение Торы Это изучение Торы И поэтому он только учится Пишется на самом деле Торото и Монотой Который человек по-настоящему учит Тору Они не прерывались даже на молитву Они учились с утра до вечера Тору Когда остается время на митзвор Почти не остается Поэтому их главная сущность Это Тора И почему тогда мы не берем и Торо? Потому что и Торо это и Тора, и добрые дела Это конечно все хорошо Но когда у нас есть закалка То есть мы закаляемся То есть мы заканчиваем период И мы должны унести что-то с собой на целый год То мы должны унести что-то с собой на целый год Именно такое, которое связано с Торой Что Тора является жизненной силой всего нашего мира И поэтому мы говорим именно о Лулаве Где сущность основной Тора Потому что это начало года Понятно, что и Торо он совершенный Но начало года Оно должно быть такая подпитка А Томуд еще говорит один смысл Что Лулав выше всех растений стоит Поэтому и называют Лулав Но это отдельная тема Мы обещали Это вкратце вернулся И мы возвращаемся к нашей теме Которой мы говорили сегодня О чем мы говорили Мы говорили, что у нас имеется Сущностная связь со Всевышним Вот эта сущностная связь Она неразрывна И она проявляется как раз В праздник Симхатара И когда проявляется Сущностная связь со Всевышним Проявляется настоящая радость Когда мы говорим о настоящей радости Что мы говорили о настоящей радости Мы говорили о настоящей радости Слушайте, вдумайте Что такое настоящая радость Когда человек по-настоящему радуется Когда, кроме того Что у него есть все необходимое У него есть больше, чем необходимое И он понимает Что есть тот, тот, тот То есть Момент Всевышний Который заботится О всех его нуждах И который его близок И когда близкий человек рядом Когда что-то близкое рядом И что-то святое большое Человек начинает по-настоящему радоваться эту радость невозможно объяснить, как мы говорили. И в этот день проявляется сущностная связь еврейского народа как одно целое. И поэтому, как мы говорили вчера, мы продолжали об этом говорить, что есть обычай танцевать со свитком Торы, то есть это обычай, который радость, обычая больше даже, чем радость всего праздника Суккот. То есть это настоящая радость, это танцует там, это танцует там со всеми силами. Рассказывается, что когда Леви Ицхака, царю байческого рэба, сослали в Казахстан, и он был в ссылке, то есть в ссылке не было других евреев, и у него не был свитка Торы, понятно, что у него было. У него была только книга Хумаш и книга Тания, то есть у него было всего лишь две книги, и он взял эти две книги и всю ночь напролет танцевал вокруг стола, он поставил стол в середине и танцевал вокруг стола, он радовался. Это человека, который пытались ломать. Человек говорит, сегодня сущностная связь со Всевышним, сегодня я хочу быть со Всевышним, все, ничего другого не работает. Я радуюсь тому, что у меня есть Всевышний. Вот. И эта радость передавалась таким особым качеством, таким особой силой, да, что вообще рэба рассказывает про царэба, что когда он был в Днепропетровске, в Икатерославе, раввином, то пишется, что приходили со всех синагог смотреть, как он танцует, потому что это было просто он танцевал, 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 на столах. Он не восстанавливал, он даже есть Нигун свой, Нигун Симхастойер, который мы с Божьей помощью будем петь. Это Нигун Аханатли Акафот, когда начинает делать Акафот. Этот Нигун очень известный. Это Нигун Левицкая, который сделал. Это человек, который всю радость была у него такая полностью, потому что он учил много кабалы, и все, он раскрывался, как раскрывался, все. И вот он вынужден был танцевать с двумя книжками, потому что не было ни других книг, ничего, была ссылка очень тяжелая. И вот мы возвращаемся, почему? Потому что в этот день существует сущностная радость еврейского народа, настоящее единство, именно поэтому в этот день приносился только одна жертва, жертва, которая соответствовала кому? Еврейскому народу. Какая жертва соответствовала еврейскому народу? Один бык, да, то есть, который приносили парахат, то есть, этот парахат говорил о единстве еврейского народа и о единстве Всевышнего еврейского народа. один Всевышний, один народ Анахад Баарец. И то, что я говорил вчера, это очень важно отметить, что именно обычай, в которой мы танцуем со свитком Торы, есть проявление, что именно когда мы учим праздник или еще что-то, когда мы читаем Тору, там мы чувствуем, что каждый еврей разный. Я знаю, может, больше, чем какой-то другой еврей. Другой еврей знает больше, чем я знаю. Один еврей такой, один еврей другой. Есть тетрог, есть четыре вида растений. Есть тетрог, есть все. И это даже проявляется в знаниях в Торе. То есть кто-то знает, кто-то не знает. То есть, ну, когда мы чувствуем сущность Торы, то нам не важно, что там написано. Что приняли, когда евреи принимали Тору, что они сказали? Они сказали, это твоя мудрость, это твоя сущность, мы это принимаем. Не важно, насколько мы это понимаем. Важно, что это твоя часть, твоя часть мы принимаем. Как человек любит своего ребенка. Почему он любит? Потому что это его сущность, это его часть, когда проявляется настоящая радость. На свадьбе, когда проявляется настоящая радость. Радость, которая не связана ни с чем, потому что это внутренняя радость. Радость, которой не объяснить. И тогда как раз нельзя открывать Тору. Тогда именно берутся свиткам. То есть, не то что нельзя, с закрытым свитком. Не учат с ней ничего, потому что говорят, что это та Тора, которой относится каждому из евреев. Каждый еврей соответствует. Там есть буква в Торе у каждого еврея. Своя буква должна быть. И каждый еврей, он связан с этим, да? Он связан с этой Торой. Именно мы становим, мы хватаем этот свиток Тора и танцуем, потому что он закрытый. Он одинаковый для всех. Мы все одинаково. Как-то один, я уже рассказывал, Миснагин, человек, противник хасидизма, он увидел, что пришел какой-то хасид, и был в Симхатойра, и он схватил свиток Торы, и он танцевал, 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 он так радовался, радовался. Чего ты радуешься? Ты учил эту Тору, что ты радуешься, ты понимаешь, что там написано. То есть это твоя свадьба? Он ему ответил, слушай, а свадьба моей сестры это не свадьба, свадьба моего брата это не свадьба, я радуюсь на этой свадьбе, хотя это не моя радость, как такова, я не учу, как Тору, как ты, он ему ответил, красиво, да, но это моя радость, это моя родня, это моя сущность, и от того, что я знаю или я не знаю, это сущность наша Тора, поэтому мы хватаем святок Торы, тот святую книгу, которую Всевышний передал еврейскому народу, которая как исторический документ, хотите, читайте, как любой другой документ, это книга, которая кроме того, что это книга, что это связь наша с Богом, то есть благодаря этой книге мы связаны с Богом, мы еврейский народ, евреи, которые живут здесь, в Казахстане, евреи, которые живут в Израиле, в арабских странах, в европейских странах. Нас всех объединяет только одна книга. Не было бы этой книги, мы бы не были единым народом. Единая Тора для единого народа, которая нам дана. И вот мы проявляем пик этой радости, которая будет у нас с Божьей помощью. Два дня праздника Шминьо Церос. Теперь нужно отметить, что в Диаспоре у нас это два дня праздника. То есть завтрашнего вечера у нас начинается праздник. Мы тоже танцуем со свитками Торы. Я считаю, это подготовительный танец. Почему? Потому что основной обычай это симхастойра. Это суббота вечером. У нас будут основные танцы. Это радость Тора. Это можно прикоснуться к этому свитку. То есть это суббота вечером. Это основные такие-то танцы. В пятницу вечером тоже небольшой танец. Мы тоже сделаем круги Торы. Потом мы спускаемся в шалаш. В наш холодный шалаш. Который дает Бог, что будет теплый. Погода нормализуется. И мы будем говорить тут лыхаем. Тоже сидеть в шалаше. Вот. На утро мы делаем молитву, которая используется искор. Мы говорим искор. Поминальная молитва. Тоже говорится. Она говорится не так часто. Ну вот. Йом-Кипур. Вот сейчас она будет говорить о искор. Это в субботу. Вот. Потом в субботу вечером у нас начинается асимха. То есть, то есть мамыш симха. То есть радость-радость. Которая это вот это симхастойра. И мы должны танцевать. И мы должны радоваться. И говорить много лыхаема. То есть много чего мы должны делать. Вот. Потом мы делаем кедуш. У кого будет силы еще покушает и все остальное. И после этого, как мы сказали, кедуш. У нас еще утром есть тоже добавочная радость. Вот. Но еще утром есть очень большой обычай. Я не уверен, что он будет меня. Дай Бог, чтобы люди собрались и был меня. И тогда мы сможем завершить цикл чтения Торы. Мы радуемся. То есть мы завершаем цикл чтения Торы. И тут же начинаем новый цикл. Это вообще такая особая обычная. Детей вызывает Торы к Торе. Нету человека, который не вызывает Торе. Накрывает всем талитом. Вызывает Торе, показывает связь с Торой. Есть специальные там у многих общин гимны, которые поют, что вот тот, кто заканчивает свиток Торы. И тут же начинает новый свиток. По-новому. То есть не новый свиток, а новый. Новый круг свитки. Показывает, что Тора мы живем. Мы прожили круг с Торой. Мы живем дальше, 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 дальше. Поэтому, дорогие евреи, я всех нас поздравляю с этим великим праздником и желаю нам быть единым народом, который будет чувствовать друг друга, будет объединен, будет радоваться единым Богом, который у нас есть, чтобы у нас будет эта связь. И чтобы все были здоровы и радостны и счастливы. И много-много вам всем радости и нам всем радости. Кстати, еще одна, не знаю, или будет получится у меня завтра сделать урок. Поэтому я хотел сказать еще одну важную деталь. Это наблюдение, что когда человек по-настоящему радостный, с ним приятно общаться. Когда человек умеет шутить, он является главой компании, к этим людям тянут. Потому что тянется, потому что они рады тому, что у них есть. Они не смотрят на свои проблемы. Им всего лишь не дал. Они радуются. Есть повод радоваться. Какой повод? Что я живой, что я открыл глаза. Есть повод радоваться. Кстати, люди, которые умеют по-настоящему радоваться, у них есть потенциал, очень много в жизни. То есть, им дается большой потенциал, много жизни. Во-первых, к ним тянутся. Вспомните, с кем приятно общаться. Кто-то умеет шутить, кто-то умеет радоваться, с кем приятно общаться. Не тот, кто тебе ходит и плачет во всех своих проблемах. То есть, радостно все. И они достигают больших высот. Я хотел сказать тоже. Шутка тоже радостная. Я пытаюсь быть тоже радостной. Посмотрите, пример Украины. Кто стал президентом? Человек, который умеет радоваться жизни. То есть, это группа людей, молодые ребята, которые радуются. Кстати, очень важная вещь, что пишется, что чувство юмора, то есть, не уверен, что в еврейских книгах пишется, но в еврейских тоже, это наличие интеллекта. Если человек умеет шутить и у него есть хорошее чувство юмора, это говорит о его высоком интеллекте. То есть, если он понимает юмор. Помните, как в этом анекдоте говорит, там гаишник останавливает человека. Человек выходит и говорит, слушайте, давайте я вам анекдоты расскажу. Он говорит, ну я же гаишник, вы понимаете? Он говорит, да, понимаю, вам два раза его расскажу. То есть, когда человек чувствует чувство юмора, понимает чувство юмора, особая связь. То есть, как мы видим, что один человек, и уже не первый раз, человек, у которого хорошее чувство юмора, который умел смешить людей, радовать людей. Сейчас он президент, я не знаю, насколько это, у него это, то есть, я не эксперт, чтобы сказать, насколько он талантливый президент, но, как правило, что люди, которые есть чувство юмора, у них свидетельство о наличии интеллекта. Вот. И поэтому давайте действительно радоваться, давайте, что с этой радостью Всевышний даст нам много радости, и мы пробьемся, и станем большими людьми. Тоже эта радость перевернет нас, мы будем радоваться с причиной. Если мы сегодня радуемся, и у нас нет на это причины особых радости, то есть, что у нас есть куча проблем, то Всевышний с Божьей помощью эти проблемы у нас уберет, потому что он скажет, посмотрите, как он радуется и уберет эти проблемы. Еще раз всех с праздником, с веселым праздником. Всем единства, добра, счастья, радости. Всех люблю, всех обнимаю. Хак Самех.